Кто такие герои нашего времени? Ну, мы все знаем хорошо наших героев. Это либо наши кумиры, образцы для подражания, люди, которым мы восхищаемся, которые достигли высших достижений в разных областях жизни, кинозвезды, великие политики, великие реформаторы, ну, скажем, в области педагогики, такие как Януш Корчик. Люди, проявившие свое мастерство в различных областях искусства. В классическом, таком гуманитарном смысле, герои – это те, кто проделал до конца путешествие героя. Эту тему впервые вел Джозеф Кэмпелл в своей книге «Герой с тысячу лицами», где он описал квинтэссенцию всех мифов, которую назвал мономифом. Это вот такое общепринятое классическое понимание героизма и героев. Но вот в этом сочетании, заимствованном, как вы все знаете, из российской классики, из известной повести Лермонтова «Герой нашего времени», «Все имеет значение – герой, героизм, что это такое и что такое наше время, как оно выражается, в чем особенности нашего времени, что такое дух нашего времени. И вот эти привычные слова, они все требуют прояснения на сущностном уровне, иначе мы не поймем, в чем состоит героизм нашего времени и кто такие герои нашего времени, какие принципы, позволяющие нам выделить из всех людей те, которые являются героями именно нашего времени. Я сам тоже проделал долгий путь, как и все, я с детства восхищался многочисленными героями, книг, героями фильмов, конечно, прежде всего. Известные люди, которым я, как и все мальчишки, подражал и руководствовался в своей жизни. И затем мне повезло встретиться с многочисленными реальными героями, великими мастерами, такими, как Мираб Мордашвили, и великий философ, такими, как Чогьял Намхай Нарбу, величайший мастер Цзокчен, реформаторы современной духовно-ориентированной психологии, Арни Минделл, Станислав Гроф, Кен Вилбер и многие другие, великие мастера искусств, такие, как, например, Вадим Демчок или Сергей Летов, выдающийся мастер духовых инструментов и импровизации. Летом 2015 года вышел мой первый фильм «Танец бесконечности», героями которого как раз и является 35 мастеров науки, искусства и духовных традиций. Среди них, например, такие россияне, как Бронислав Финогродский, Вадим Демчок, Аркадий Ровнер, Борис Гребенчаков, ну и такие всемирно известные мастера, как Станислав Гроф, Кен Вилбер, Арни Минделл, Чогял Намхайнарбу, Далай Лама, Дэва Прэмал, Алекс Грей и многие-многие другие. И вот в этом фильме я дал, собственно говоря, концентрированное понимание мастеров, как тех людей, которые проявили в своей жизни «Танец бесконечности». Таким образом, мастера – это те, кто открыли свое истинное состояние, свою природу или сущность и живут ею. И вот это истинное состояние в разных культурах называется природой Будды, царствием Божиим внутри нас, искрою Духа, самим Духом или сущностью, рикпа в традиции дзокчен. И это естественный, доступный каждому человеку по самой человеческой сущности неисчерпаемый ресурс. И если все наши остальные ресурсы конечные, локальные, ограниченные, ну, например, деньги, материальные вещи, время жизни, таланты, возможности и так далее, то этот ресурс, наше истинное состояние, неограничен. Он бесконечен, он неисчерпаем. Помните, на эту тему Вильям Блей говорил, что если бы двери восприятия были очищены, все предстало бы перед нами, как оно есть, бесконечным. Если мы находимся в контакте со своей истинной природой, со своей бесконечностью, то мы весь мир видим бесконечно. Мы видим бесконечные возможности решения любых проблем, разрешения любых ситуаций, развития, движения. Поэтому «Танец бесконечности», то есть жизнь в свете этого знания, контакта своей истинной природы, это первый и самый главный шаг, который нам нужно сделать для того, чтобы развиваться. И вот в этом смысле фильм «Танец бесконечности» является художественным выражением того, кто такие мастера и в чем суть мастерства. И герои фильма щедро делится своим опытом открытия, своим опытом развития этого знания. Ну и они сами, собственно говоря, и являются живыми примерами использования и проявления мастерства в многообразии, в измерениях жизни. И вот слушая мастеров, мысленно беседуя с ними, погружаемся в великие мировые духовные традиции, исследуем их практические, теоретические основы, их важность для современной. Мы исследуем тему человеческих возможностей. И, собственно говоря, в фильме представлена сущность открытия мастеров о безграничной человеческой природе. И там мастера духовных традиций, мастера науки, мастера искусств. Кстати, рабочее название фильма было, что такое просветление «Наука, духовность, искусство». И вот это рабочее название дает представление как бы о сути фильма. Это о самом главном, о развитии высших своих возможностей. Я был истощен после снятия этого фильма. Процесс занял у меня пять лет. И пришлось решать многие технические, творческие вопросы, расти вместе с процессом монтажа, найти свою команду, с которой только и удалось завершить этот проект. Потом были премьеры в России, в многих городах. И вот только через полтора года после окончания первого фильма я начал чувствовать толчки и в конце концов понял, что мне нужно, пришло время снимать сразу два новых фильма, которые получили название «Инструменты эволюции» и «Тайна Карлса Кастанеда». Они были разные вроде бы темы. И вот в «Инструментах эволюции» были сделаны дальнейшие конкретные шаги о том, что такое мастерство и кто такие мастера. И произошло это через расширенное понимание человека и человеческой ситуации, а также знания и практик о его развитии в шести главных измерениях жизни. То есть фильм, с одной стороны, является прямым продолжением «Танца бесконечности», а с другой стороны, в нем делается попытка понять, как нам применять практики бесконечности в гуще, живя в гуще современной повседневной жизни. Я понял, что на собственном опыте, что великие древние учения, которые великолепно работали во времена Христа, Будды, Лао-цзы и других великих учителей всех мировых традиций, в наше время, не работают так совершенно. И основная причина этого стоит в том, что изменились не только мы, но изменился полностью наш мир. В нем появились самолеты, ракеты, мегаполисы, интернет, смартфоны и многое-многое другое. И изменился человек, изменились также наши ограничивающие коренные идентификации с миром, с которыми работали древние традиции. И поэтому для современного человека, например, чрезвычайно важна практика психотерапии, которая разгребает завалы бессознательного, но своего рода такая для каждого из нас становится актуальной задачей по расчистке авгиевых комьюшен бессознательного. И сейчас без психотерапии, например, или той работы, которая делает психотерапия, но могут делать также и древние практики заботы о душе и порой даже более успешно, невозможно достичь серьезного успеха также и в духовных трактиках, и в творчестве, и в искусстве. И поэтому для эффективного развития современному человеку требуется расширенная и уточненная по сравнению с древними карты и навигационные системы. И в его развитии к тому, чтобы становиться все более и более и более реальным. И вот об этом я беседовал с крупнейшими экспертами из мира современной психологии, философии, искусства, духовности, коучинга, многих дисциплин, объездил много стран и понял, что развитие, эволюция – это величайшая миссия человечества и что мы живем впервые в удивительное время в истории, когда мы можем этим развитием управлять. И вот фильм «Инструменты эволюции» – это своего рода послание миру от мастеров, великих экспертов о том, как превратить свою жизнь в эволюционную практику, используя для этого все знания, открытые человечеством. И поэтому он отвечает на вопросы о том, что мешает нам раскрыть наши возможности и в полной в мере воспользоваться теми возможностями, которые представляет нам жизнь. В чем причина наших затруднений в жизни, в отношениях, в бизнесе? Что мешает нашему развитию? Почему мы редко добиваемся поставленных целей? Почему мы несчастливы? И как нам снова стать счастливыми? Дело в том, что мы с детства ищем ответы на свои вопросы. Мы все «почемучки». Ребенок трех лет задает до 500 вопросов в день. И само наше вопрошение подразумевает, что нам нужно знание. Знание о том, как оно есть, то есть о реальности, разные аспекты. Вопросов может быть бесконечное количество. Они могут охватывать бесконечное количество тем, но есть нечто общее в самом процессе вопрошения. Все наши вопросы обозначают наши пути к тому, чтобы через знания и развитие стать более реальными и свободными от неведения. И поэтому, если наша главная цель стать реальными через применение истинного знания, то тогда нам нужно всеобъемлющее видение того, как мы можем с этим работать в главных измерениях нашего существования. И все эти знания цены прежде всего как инструменты эволюции. Вот какова главная идея моего второго фильма. И вот сняв второй фильм, я понял, что это продолжение важного пути через фильм рассказать о главных проблемах, главных измерениях и главных открытиях человечества о развитии. И вот «Танец бесконечности» и «Инструменты эволюции» это первые два фильма эволюционной трилогии. Сняв фильм, я понял, что необходим и третий фильм. Третий фильм о героизме и героях, о восьми главных сценариях человеческой жизни, о восьми главных историях, которыми мы живем. И вот первые два фильма стали фундаментом моих дальнейших исследований и фундаментом такой большой таблицы или матрицы человеческого развития с древнейших времен, исчисляемых двумя миллионами лет назад, когда появился Homo erectus, человек прямоходящий, то есть первый, собственно говоря, человек, и до нашего времени и до ближайшего будущего. И вот эта таблица включает 10 уровней развития и 13 линий развития. Ну, то есть это достаточно такой большой серьезный труд после окончания этого фильма я предпринял. Ну, я дам вам пример линий развития. Это, ну, скажем, тип общества первобытное, племенное, раннее рабовладельческое, позднее рабовладельческое, раннее феодальное, позднее феодальное, раннее капиталистическое, позднее капиталистическое, интегральное и вселенское. Ну, и десятый, я пока не знаю, какой тип общества. Для каждого общества есть свой ведущий ресурс. Для первобытного это среда обитания, для племенного орудия труда И охоты. Для рабовладельческого – рабы – главный ресурс. Для феодального – земля – главный стратегический ресурс. Для феодального – позднего – государство. Для капиталистического – это капитал, деньги. Для современного капиталистического – это информация. Источник денег, источник капитала – это знание, информация. Для следующего, интегрального – это творчество. Для еще следующего – это полностью раскрытый человек в его уникальности. Ну, соответственно, мы проходим через различные типы человека. Мне пришлось пополнить, дополнить существующие типологии. Homo erectus – это известно 2 миллиона лет назад. Homo sapiens – 50-100 лет назад. Потом Homo faber – человек разумный. Homo deus – человек божественный – это эра мировых религий. Homo renaissance – ясно, что человек ренессанса. Homo scientificus – это ранний капитализм, рождение науки. Homo transcendus – это современный капитализм. Homo evolutionis – это следующий вид человека, человек развивающийся. А потом Homo realitis – человек реальный. Ну и, наконец, на 10 уровне – это Homo liber – человек полностью свободный. И вот я рассматриваю также соответствующие клеточки развития когнитивной эволюции, культурно-цивилизационный проект, мифическое измерение жизни, духовное измерение жизни, уровни развития вертикального, то есть то, что мы называем чемпионы, эволюция наших знаний и практик, забота о душе, то, что отчасти воплощает психотерапия, эволюция возможностей артистического или художественного выражения. Эволюция способов общения, коммуникации, то есть этапа коммуникативной эволюции. Эволюция возможностей проявления и изменений мира. И, наконец, эволюция наших знаний и практик серединного пути, центрирования пути к канатоходцу. Вот в итоге у меня получилось 130 клеточек. И в совокупности эти клеточки позволяют нам понимать на концептуальном уровне особенности каждого времени, каждого эпохи человеческого развития. Они дают генезис развития всего. И позволяют понять дух времени каждой эпохи. И, соответственно, позволяют понять, кто в наибольшей степени этот дух выражает. Какие задачи осуществляет тот или иной великий герой человечества, великий мастер. Какие важнейшие для всех нас миссию он несет. И вот, собственно говоря, в фильме «Тайна Карлоса Кастанеды» и было воплощено вот это новое точное понимание того, кто является мастером и кто является конкретно героем нашего времени. Несомненно, что Кастанеде удалось выразить дух времени 60-х, 70-х годов. То есть все более и более проявляющую массовую потребность в самосовершенствовании, в развитии. И книги Кастанеды помогли миллионам людей найти свой путь. Через Кастанеду Дон Хуан напомнил человечеству, чем является наша общепринятая реальность и как она возникает. Мы все ограничены в своем восприятии. Мир нам дан через призму человеческих представлений. И поэтому Кастанеда приоткрыл нам тайну того, как приготовляется реальность на кухне бытия. То есть, по сути, Кастанеда, главным посланием человечеству Кастанеды было это путь знания о том, как стать реальным. И вот кроме вот этих пониманий, исходных пониманий мастерства, выраженных в фильме «Танец бесконечности», развития этого понимания в фильме «Инструменты эволюции», построения таблицы для понимания духа времени и героизма конкретного, я также работал с развитием того, что такое путешествие героя. И в конце концов, пройдя ряд стадий, я поначалу от одномерного путешествия Джосефа Кэмпбела перешел к трехмерной модели, открыв мифическое, экзистенциальное и духовное, или транспорциональное путешествия, и понял их суть. И затем, в конце концов, я перешел к еще более конкретной карте героической путешествия, восьмимерной. Обнаружил, что там, где Джосеф Кэмпбел находил одно преимущественно мифическое путешествие, на самом деле обнаруживается восемь героических путешествий. Одно мифическое, шесть экзистенциальных и одно трансперсональное. То есть они соответствуют трем главным уровням человека и мир, выделяемым во всех картах внутренних путешествий, начиная с шаманских времен. И подобно тому, как Джосеф Кэмпбел обнаружил карты мифических путешествий в мировых мифах, сказках и фольклоре, мы можем найти карты следующих путешествий в мировой культуре. Мы можем найти, например, в экзистенциальной философии литературы, в духовной философии литературы. Смысл мифического путешествия в преодолении границ и обретении своего лица, свободы от власти и традиций. Если вы завершили мифическое путешествие и вернулись домой с дарами, то вас узнают. Вы обрели свое собственное лицо, вы поделились чем-то важным. И таким образом вы совершаете преображение от индивида к личности. Если вы прошли экзистенциальное путешествие, то тогда вы реализовали в себе высший идеал человеческого всестороннего развития, идеал ренессансного человека, обретаете целостность. Это акме древних греков или индивидуация Карла Густава Юнга. Если вы совершили духовные путешествия, то в соответствии с древними традициями вы обретаете окончательную свободу, просветление, окончательную реализацию. И вот эта новая расширенная карта путешествия героев чрезвычайно важна. Во-первых, она дает другую расширенную модальность человеческой жизни, богатство человеческой жизни. Она дает детальные восемь историй, которыми мы живем. Ни одна история, которую описал Джозеф Кэмпел и которая стала моделью для массовой культуры. Дело в том, что когда модель Кэмпела стала широко использоваться Голливудом с легкой руки Джорджа Лукаса, который, собственно говоря, переписал сценарий «Звездных войн» в соответствии с моделью Джозефа Кэмпела, и после того, как фильм стал блокбастером, потребовал продолжения, ну, все стали искать рецепт успеха и следовать Джорджу Лукасу и Джозефу Кэмпелу. После смерти своей жены Джозеф Кэмпел принял приглашение Лукаса и поселился на его Скайлокер-ранч в Голливуде. И был окружен режиссерами, звездами Голливуда, щедро делился с ними своими знаниями мифологии и главных сценариев человеческой жизни. И постепенно, постепенно, постепенно также при посредничестве многих гуру Голливуда, ну, один из известных людей, Кристофер Вокер, автор книжки «Путешествия писателя», где он, ну, немножко упростил исходное представление Джозефа Кэмпела, ну, отчасти даже вульгаризировал их и стал одним из гуру Голливуда. И по вот таким рецептам стали выпекаться, по сути, все, не все, но подавляющее большинство сценариев. И не только в Голливуде, Болливуде и прочих кинофабриках мира, но, по сути, и во всем медийном пространстве. То есть по этой модели стали писаться успешные романы, и появилась масса руководств, как написать успешный роман. По этой модели стали писаться пьесы, делаться спектакли, а также проводиться всевозможного рода шоу и телепередачи. Все искали героя, и все уже знали, кто такой герой, в каком окружении он находится, как должна разворачиваться интрига повествования, для того, чтобы это было приятно зрителю, и для того, чтобы завладеть его вниманием, и, соответственно, уметь успех. И незаметно, 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 постепенно вот все медиапространство стало монологичным, подчиненным этой модели путешествий героя. Нет, конечно же, гении есть всегда, они не живут и не творят по правилам. И мы можем найти также многочисленные примеры великих режиссеров кино и театра, телевидения, медиа, великих артистов во всех областях, писателей, которые живут не по правилам, которые творят, исходя из своего опыта жизни. Но подавляющее большинство всей медийной продукции работает по инструкции, живет по шаблону. И для нас это оборачивается той ситуацией, что мы живем вот в этом медийном пространстве, медийном поле, которое транслирует нам плоскую, одномерную картину того, кто мы такие, что такое жизнь, как происходит поиск человеком ответов, решений, каковы главные сценарии. И в итоге мы незаветно попали в ситуацию медийного рабства. Потому что, по сути, реальность, в которой мы все живем, теснейшим образом связана с той реальностью, которой транслируется медиа. Реальность – это то, что я представляю в качестве реального. Да, вот таким может быть слоган любого канала медиа и любого медиа-магната. И поскольку законы медиа – это законы одномерного путешествия героя, так работают, по сути, все фабрики реальности. Голливуд, Болливуд в мире кино и все их многочисленные клоны во всех странах и культурах. Для детей – Диснейленд и все парки развлечений для детей, все детские театры, спектакли и истории. А для взрослых – это то, что мы могли бы обобщенно назвать Лас-Вегасом. То есть это мир человеческих увлечений, страстей. Это крупнейшее шоу в Лас-Вегасе. Крупнейшее собрание казино – это Мистер Голд в фильме «Револьвер» «Власть денег» и «Царство капитала». И это одновременно крупнейшие выставки в мире и концерты крупнейших рок-звезд. То есть концерт в Лас-Вегасе – это путевка в мировое турне для всей большой мировой эстрады. Поэтому вот такой обобщенный метафорически три фабрики реальности – Голливуд, Диснейленд и Лас-Вегас – они олицетворяют власть медиа над нами, людьми, и ситуацию медийного рабства. И это рабство тотально. Оно продолжается. И, по сути, все медиа находятся в руках ограниченного количества людей. И, по сути, выйти из этой ситуации невозможно. Вернее, возможно только в том случае, если у нас есть антидот. То есть реальное знание о том, кто мы есть, которое делает нас невосприимчивым вот к этой тотальной медиапродукции. И я считаю, что если мы знаем, кто мы есть, если мы знаем восемь историй, не одну, а восемь историй, которыми мы живем, мифическое путешествие, шесть экзистенциальных путешествий и духовное путешествие, героическое каждого из нас, если мы знаем смыслы каждого путешествия, если мы знаем препятствия, которые нам нужно преодолевать, если мы живем этой героической жизнью, своей личной жизнью, то мы свободны от медийного рабства. Если художники знают тоже расширенную карту путешествий героя и творят по этим новым, соответствующими новыми знаниями, то, в конце концов, и сама продукция мирового медиа, медиареальность, начнет все более и более соответствовать реальности нашей жизни. И вполне возможно, вот у меня есть такая романтическая идея, что через знания, через развитие, через эволюцию мы сможем все с вами избавиться и от ситуации медийного рабства. Мне в моей жизни очень повезло встречаться с мастерами. Мастерами с большой буквы, вот в таком классическом булгаковском смысле слова, выраженном в его бессмертном романе. Мне повезло понять сущность мастеров, что такое мастер, кто такой мастер и в чем сущность мастерства. Мне повезло беседовать с ними и разговорить их и передать тайну мастерства в своих фильмах. И вот суть своего опыта общения с мастерами я могу концентрировать в короткой рекомендации. Учитесь у мастеров, потому что один час с мастером – это неизмеримо больше, чем года с подмастерьем. Мастер дает нам самое главное – все и сразу. Мастерство невозможно ограничить, потому что его источником является бесконечный ресурс, истинное знание о том, кто мы есть, истинное знание о реальности. Мастеры – это врата к реальности для каждого из нас. И поэтому мастер передает это знание в любой ситуации. Неважно, играет ли он спектакль или что-то исполняет, будучи артистом, художником, исполнителем, творцом. Неважно, является ли он великим ученым, который транслирует глубиннейшее знание о душе, например, о физике. Неважно, является ли он мастером духовных традиций, передающими знания о духовной высшей реализации на разных языках, разных культурах для разных людей. Мастер непрерывно находится в этом состоянии и всегда всей своей жизнью передает мастерство, передает свое изначальное состояние. И поэтому, когда мы в контакте с ним, мы объединяемся с его состоянием. Напомню вам простейшую информацию, современное открытие о том, как устроено наше восприятие. Мы все воспринимаем через себя. И вот на нейрофизиологическом уровне восприятие происходит через вот те отпечатки сенсорные, которые возникают в зеркальных нейронах, в коре головного мозга каждого из нас. Поэтому, когда мы общаемся с мастером, у нас в коре головного мозга возникает персональная нейрологическая копия, динамическая мастера в нашей нейросети, в нашей памяти. И отпечатавшись, она хранится вечно. Она является образцом, она является ориентиром, она является тем, с чем мы можем сравнивать себя, свою жизнь, свое развитие, свое поведение. Мастер в нас. Он остался. И вот анализируя свой опыт общения с мастерами, я всегда замечал, что после любого, даже самого краткого контакта с мастерами у меня всегда что-то оставалось. Я помню, как впервые в 87-м году я встретился с великим мастером психологии. Это было в МГУ. Основатель, клиент центрированной терапии приехал в Москву. Уже пожилой. Карл Роджес. Вы поняли, я имею в виду. И, кстати, это было за год до его смерти. Перестройка открыла двери для таких визитов. И был мастер-класс в большом зале МГУ. Собралось почти тысяча человек в зал, который вмещает 80 человек. И Карл Роджес работал с клиентом, молодым человеком, который, как мне показалось, был какой-то зажатый, не очень говорливый, не очень чувствующий себя. И Карл Роджес просто спрашивал. Вроде бы ничего не происходило, тем более процесс общения был через переводчика. но, несмотря на то, что ничего экзотичного, эффектного не происходило, я обратил внимание на то, как Карл Роджес слушал. Он был полностью в контакте, в ситуации. И затем я обратил, что вот это его внимательное присутствие с клиентом, как вирус стал распространяться через весь зал. И мы все стали внимательными. То есть, до этого был какой-то шум, разговоры, гул такой в зале. Потом все затихли. И молодой человек, с которым работал Роджес, тоже вдруг стал внимателен к себе, стал живо реагировать. И очень быстро процесс завершился к всеобщему изумлению, люкованию до конца. Карл Роджес называют своим методом эмпатии, в чувственности. То есть, клиент-центрированная терапия, концентрации на клиенте. Но впоследствии я понял, что вот также всматриваясь вот в тот осадок, в ту запись контакта с мастером на его мастер-классе и сравнивая это с другими своими архивами и опытом и знаниями, я понял, что самое главное это внимательное присутствие. По-русски это очень точно. При сути. Он был в своей сути. Был в своем состоянии. Да, и это состояние мастера стало вратами для всех нас. Вот к великому процессу нахождения решения сложной человеческой ситуации, но у всех у нас есть проблемы. И впоследствии, ну, мне повезло встречаться со многими мастерами, я никогда не забуду свою первую встречу с великим мастером тибетского буддизма 14-м Далай-Ламой. Это было в 1982 году в Бурятии. Я в воле случая оказался на учении его святейшества Далай-Ламы в Иволгинском Дацане осенью 1982 года. И мы приехали туда с Виталием Николаевичем Михейкиным вечером дня до начала учения и в этот же вечер приехал Далай-Лама. Я помню, как он вышел к народу в сопровождении четырех своих охранников, пробился через кольцо, стал жать руки, махать руками, веселиться. Я с Виталием мы стояли в отдалении, там в центре были местные жители, буряты, бабушки, дедушки в основном. И вдруг я из какого-то озорства помахал его святейшество рукой так. И с узумлением увидел, что Далай-Лама машет мне в ответ и смеется. Я не поверил. И жестами спросил в этом не. Он захохотал еще больше и замахал рукой. Да, да, тебе, отвечая жестом. И вот в этот момент случилось чудо. Исчезла стена, которая была между мною и им, его святейшеством, великим учителем, первым лицом в тибетском буддизме. Эта стена, которую создал я сам как раз и мешала мне быть в одном пространстве с великим учителем и получать знания. Да, Ла-Лама великолепно знал обо всем этом, об отношениях учителя и ученика и о всех главных препятствиях, которые есть в этом процессе. И мгновенно, по-мастерски разрушил эти препятствия и помог мне войти в одно состояние с ним. И вот на следующий день произошло второе чудо. Далай-Лама доволучение об Авалакитешваре, бодхисатве сострадания. И он сам является воплощением бодхисатвы сострадания. Это его такое земное телесное воплощение. как Далай-Лама. Но на внутреннем сущностном уровне он бодхисатва сострадания. И он владеет всеми методами сострадательного действия и сострадательного знания, то есть помощи всем людям во всех их ситуациях. И вот о сути Авалакитешвара давал давал учения. Это было потрясающее учение, все было хорошо, но Далай-Лама говорил по-тибетски. И поскольку там было около десяти тысяч собравшихся, все они в основном были буряты, то переводили на бурятский язык. Ни тибетского, ни бурятского я не знал. и поэтому глазел во все стороны, в основном на Далай-Ламу широко раскрытыми глазами, на вербальном смысле мало что понимали. Учение закончилось примерно через два с половиной три часа, а потом началась следующая часть, когда почти все, кто был на учении, десять тысяч человек проходили мимо Далай-Ламы, чтобы получить из его рук благословение, красную ниточку, это тантрический символ передачи этого знания и учения. И народу было много, поэтому охранники Далай-Ламы помогали, чтобы очередь проходила быстро, оттаскивая тех, кто застревал, и Далай-Лама был с теми, кто подходит, с теми, кому он передавал красные ниточки, символ энергетической передачи, и с теми, кого оттаскивали охранники. Он был везде. И вот я смотрел, 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 смотрел на всю эту картину, вдруг затем я почувствовал, что я уже не стою, а лежу, рыдаю и обнимаю землю. Меня конкретно накрыло и прошибло. Я весь был переполнен вот этим великим вселенским состраданием к людям. И хотя на на каком-то уровне, на уровне языка понятия я не услышал сущность о Валакетешваре, знания какие-то, описания, связки, структуру, но я это понял на сущностном уровне. И понял, я так думаю, благодаря тому, что Далай-Лама в предыдущий день разрушил мои ошибочные представления о нем и помог мне перейти барьеры, мешавшие мне быть в одном с ним состоянии. И вот тогда я понял, что такое быть в одном состоянии, что такое настоящий контакт с мастером и как мы можем учиться у мастеров. Ничем нельзя заменить живой контакт с мастером, потому что именно этот контакт дает нам возможность полного присутствия и объединения с его состоянием. Это ключ к тому, чтобы получить состояние мастера. В духовных традициях это называется гуру-йогой, то есть единением состояния мастера. И в таких высших духовных традициях, как, например, традиция дзокчен Тибета, это главная сущностная, самая-самая важная коренная практика. И она дается реализованным мастером, это называется прямая передача или прямое ознакомление с самым главным состоянием знания, с твоим истинным состоянием, знания, которым ты получаешь, объединившись с состоянием мастера. И вот этот пример из духовной традиции помогает нам также понять, как мы можем лучше всего учиться у мастеров всех традиций, мастеров искусства, мастеров ремесла различного, мастеров во всех областях жизни, в конкретных совершенно дисциплинах, мастеров во всех областях науки и просто мастеров жизни, которые умеют жить по-настоящему на всю катушку, мастеров педагогики. То есть ключ это объединение состояния мастера. А для этого нам нужно понять, что такое мастерство, что такое мастер в конкретном многообразном проявлении. Я попытался свое понимание выразить в своих фильмах и в своих многочисленных учебных программах. И каждый из нас может очень легко понять, как мы оптимальнее всего, лучше всего можем учиться у мастеров. И чтобы ответить на этот вопрос, спроси тебя себя сами, как вам, конкретно вам, лучше всего подготовиться к встрече с мастером, достигшим высшего совершенства в интересующей вас области и желающим и умеющим делиться этим. Что вы должны настроить в себе? Что вам мешает? Каково ваше оптимальное поведение? Чего вам не хватает? Что вы можете развить в себе для того, чтобы этот контакт был наиболее успешным? Для того, чтобы в пределе мига контакта с мастером хватило вам для того, чтобы продолжать, для того, чтобы понять суть его мастерства, его традиции? Ну, мы могли бы понять процесс обучения мастеров рассмотрев три главные уровни передачи знания. Ну, каковы эти уровни? Первый, наиболее широко распространенный конвенциональный уровень – это уровень ума, уровень, связанный с общепринт реальностью. И здесь главным средством передачи является логика, понятия, законы. мы работаем на этом уровне с помощью ума, с помощью интеллекта, с помощью различных специализированных понятий. Ну, и, соответственно, языка, который обслуживает этот опыт. Следующий уровень передачи знания – это уровень, связанный с глубиной жизни. Уровень сновидческий, например, в Минделловской карте реальности. Уровень глубины, связанный с символическим уровнем в искусствах, в языке. Символ – ключ к целостному состоянию. И в основном это уровень, на котором работает искусство. Но также работают и поэтические формы передачи знаний в разных традициях. Ну, скажем, хорошо известно, что лауреат Нобелевской премии Роберт Фейман мог читать лекции одновременно исполняя африканские ритмы на своем там-таме и ритмично говоря физику, суть физики передавая, диктуя формулы, а затем подходил к доске, танцевал и записывал различные сложные формулы. То есть это тоже способ передачи знания. И по свидетельству тех счастливцев, которые учились у Феймана, это давало многие новые дополнительные измерения. Я считаю, что если ученый это одновременно и художник, если это колоритный человек, то его возможности передать знания в любой области намного выше. Это следующий уровень передачи знаний. И наконец существует третий уровень передачи знаний. сущностный или коренной уровень передачи знаний. И для того, чтобы передавать коренное или сущностное знание, нужно жить в этом знании, жить в этом уровне. Только тогда, когда мы в контакте с этой уровней, мы можем напрямую передавать это знание, просто отпечатываясь в зеркальных нейронах, в состояниях тех людей, которые в контакте с нами. Если мы живем в состоянии мастера. То есть три уровня передачи знания, три главные языка передачи знания. И мы видим здесь из этого объяснения незаменимость мастера для прямой передачи знания и о том, насколько важна роль и фигура мастеров в нашей человеческой жизни. Ну и следующий очень важный вопрос, который стоит перед каждым из нас, а как стать мастером? Ну, очевидный вопрос, вернее, очевидный ответ состоит в том, что, наверное, нам нужно раскрыть свои возможности, нам нужно раскрыть свое изначальное состояние, нам нужно убрать те препятствия, которые мешают нам быть в контакте с этим состоянием, нам нужно развить свои способности, мешающие выражению, передаче знания, контакту и жизни во всех своих возможных измерениях. Я выяснил четыре года назад, что, по сути, всю свою жизнь я как раз этим и занимался, то есть какую-то часть своей жизни я думал, что я ученый, я закончил московской физико-технический институт, затем я думал, что я философ, я закончил аспирантуру института философии, защитил диссертацию и до сих пор работаю старшим сотрудником института философии. Я думал, что я трансперсональный психолог, после того, как в 1980 году прочитал свою первую трансперсональную книжку Станислава Грофа области человеческого бессознательного. Я думал, что я издатель, ну и действительно я издал книг, и это первые книги, пять книг Вилбера, книги Минделла, почти все, книги Грофа, почти все, и многие-многие другие книги. Я думал, что я духовный практик, и действительно около 40 лет я занимаюсь в основном практикой тибетского буддизма, но также шаманизмом, мистическим христианством, суфизмом, это мистический ислам, индуизмом, немножко досизмом, и везде-везде пытаюсь не только постигать теорию, но и набирать практический опыт. Я думал, что я кинорежиссер, но сняв три фильма невольно начнешь это думать, и действительно мне удалось кое-что новое в мире документального кино сделать, и разработать новые концепции и теории о том, как снимать документальные фильмы, и вообще делать медиапродукты, эволюционер. Но только четыре года назад я выяснил, что на самом деле я эволюционер, человек, который изучал во всех областях жизни возможности, ресурсы, законы, помощники и траектории развития. Вот чем, по сути, я в основном занимался. И поэтому я, собственно говоря, и сейчас собрал все свои знания в своих программах. И неудивительно, что первая большая программа называется «Инструменты эволюции», одноименно с фильмом. Это как раз вот такая большая картография человеческой жизни, все главные траектории развития, главные навигационные инструменты, законы развития, помощники развития, препятствия развития. Вторая большая программа сам себе психотерапевт, это о том, как наиболее эффективно разгребать завалы, чистить канализацию бессознательного, используя знания о 12 древних практиках заботы о душе. Третья моя большая учебная программа «Путешествие героев. Восемь историй, которыми мы живем». Это карта нашей жизни, о том, как достичь максимума, потому что героизм – это главная энергия нашей жизни. И не пройдя героический путь, мы не раскроем все свои возможности. Четвертая моя большая программа – это как раскрыть своего артиста, художника, убрать препятствия к раскрытию выражению, как развить свои способности и преодолеть все преграды. И пятая программа – это о духовных практиках повседневной жизни, повседневной жизни как духовной практики. Вот, собственно говоря, что я передаю. И всем, кто интересуется этими темами, пожалуйста, приходите ко мне на мои онлайн-курсы, на онлайн и оффлайн-программы в Московском институте психоанализа того, кого интересует профессиональная программа в транспарсональной психотерапии и консультирование. И также вот в августе у меня уже открылся мой эволюционный кинотеатр. И в нем представлены все три моих фильма, русские версии. Теперь каждый может их посмотреть. Я получал многочисленные запросы с просьбами когда, где можно посмотреть инструменты эволюции, тайну Карлоса Кастанеда. Сейчас это можно легко посмотреть в моем эволюционном кинотеатре. Все три фильма доступны для всех. Ссылочки даются. Также я открыл программу у истоков. Вы помните слоган учиться у мастеров. И вот программа у истоков это 20 моих диалогов с 20 мастерами из мира искусств, из мира духовных традиций и из мира науки. Это революционеры в основном современной психологии и психотерапии. Мои учителя, мои мастера. И они передают тайну мастерства. Это герои моих фильмов. И сейчас пока 20 программ у истоков. И в последующем я надеюсь, я думаю, что у меня получится включить туда новые все больше и больше и больше моих интервью с выдающимися мастерами. Вот то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. И перед тем, как мы я буду отвечать на вопросы, я хочу предложить вам всем сделать короткое упражнение, которое может помочь каждому. Упражнение называется «Линия моих учителей» или «Моя линия преемственности». Примите удобную позу, закройте глаза, как говорит Минделл, затумайтесь немножко, почувствуйте себя, свое дыхание и вспомните всех своих учителей. Учителей в широком смысле, то есть это тех людей, благодаря которым вы познали что-то важное для себя, для своей жизни. Вы получили это знание либо прямо от них, либо благодаря им. и учителя могут быть и физические люди, например, ваши родители, ваши учителя в школе, в кружках, в каких-то, ваши преподаватели в секциях или в театральных кружках, ваши учителя музыки. Это могут быть ваши герои, герои фильмов, герои романов, которые вам нравились. Это могут быть духовные учителя, с которыми вы физически могли не встречаться, но которыми вы восхищаетесь несмотря на что. вспомните, пожалуйста, всех своих учителей, начиная с самого раннего детства. Это врата к новой жизни, к новому миру, поворотные пункты всей вашей жизни, всего вашего развития. Снова мысленно соприкоснитесь с состоянием каждого своего учителя. Почувствуйте, что этот учитель передал вам. Что вы взяли, чему вы научились, как это изменило вашу жизнь. И вот так проходите последовательно хронологически вашей жизни от одного учителя к другому. На сущностном уровне не задерживайтесь подолгу и поблагодарите каждого учителя мысленно за за то знание, за тот опыт, за тот дар, что он вам передал. Некоторое время проделайте каждый этот путь. и затем снова представьте всю линию своих учителей, всей своей жизни. Вы стоите в самом конце этой линии и теперь посмотрите на себя как на учителя и спросите в чем ваша миссия, в чем ваше призвание, в чем ваш смысл, коль скоро вы находитесь в этом ряду этих учителей. И в какой-то форме вам придет ответ сейчас или потом или в сновидениях, в форме ассоциаций, в форме того, на что вы стали обращать внимание. Ответ на разных языках будет приходить и это поможет вам чуть-чуть лучше понимать, понимать, понимать все больше и больше, кто вы такие, чему вам нужно продолжать учиться. В чем ваше призвание и миссия? Спасибо вам всем за внимание. И теперь мы можем перейти к ответам на вопросы. Елита спрашивает, я вижу, пока ее «Как встретить мастера сейчас, когда стены закрыты?» Я литер. Ну, в Литве есть свои мастера. Литва это страна мастеров. И я встречался с литовскими мастерами и учился у них, так что продолжайте искать, посмотрите. Ну, вот в качестве простого ориентира герои Литвы для меня, например. Это безусловно Чурлёнис. Безусловно. Это безусловно Виллиус Орвидас, великий скульптор. Фантастический мастер, фантастическая жизнь. Освобождение через творчество. Я учусь Орвидаса, я обязательно закончу фильм, я уже начал о нем. Для меня его жизнь это пример того, что через творчество каждый человек может найти освобождение. Так что есть и нынешние живые мастера в мире психологии, психотерапии, скажем, Римас Качунус, который, с моей точки зрения, безусловный мастер. Ну, и скоро все границы раскроются, карантин не может длиться. вечно и наше общение вживую тоже станет более реальным и наполненным. Но если нет возможности общения вживую, то, по крайней мере, хотя бы слушайте голос мастера. Смотрите вебинары или видео с ним. Все это будет работать. Это все лучше, чем текст. Чем больше площадь контакта, чем больше интенсивность взаимодействия, чем больше мы включены, тем больше контакт с состоянием мастера. Есть ли путь героя у женщин или пути мужчины и женщины одинаковы? есть общие есть различия, конечно же. Есть первоначальный Джозеф Кэмпел представил такую унисекс версию путешествия героя, которая многими понималась последователями как исключительно мужская версия путешествия героя. Но Джозеф Кэмпел сам никогда этого не считал. Во-первых, всю жизнь он преподавал в университете Сарр в Нью-Йорке. Это студентки этого университета только женщины. Он был окружен женщинами. Он был окружен людьми творчества. Его жена была величайшей танцовщицей американской своего времени. И Джозеф Кэмпел уже после смерти вышла его книжка основанная на лекциях. Она называется «Богини мир женской героичности». То есть исходно у самого начала понимания путешествий героя мы видим все богатство мужских и женских версий путешествий героя. И существует также много книг. В своем большом онлайн-курсе я специально касаюсь этой теми мужской и женской версии путешествий героя. Светлана Иванова спрашивает «Теоретически все люди, встречающиеся на пути, являются нашими учителями, но не все мастерами». Ну, наверное, учиться мы можем у каждого, особенно используя совет Кастанеды о мелизговых тиранах, то есть даже неприятные, скандальные люди могут быть нашими учителями, потому что они показывают нам наши ограничения, но мастер, в том смысле, в котором я это определяю, это все-таки человек, который открыл свое истинное состояние в контакте с ним и живет танцем бесконечности, то есть в соответствии с этим состоянием, у него нет преград. Будет ли ежегодная трансперсональная конференция в 2020 году? Да, будет, но конференцию мы решили сделать онлайн, тоже два дня, очень интересные, с прекрасными выступлениями, но онлайн, так что скоро будет программа. Будет ли запись выслана на почту? Она появится в соцсетях, не беспокойтесь. Так, есть ли у вас духовные учителя из России? Да, есть и некоторые из них герои моих фильмов, в том числе вот фильм «Отанец бесконечности», посмотрите. Фильм, кстати, доступен в Ютьюбе для всех в свободном просмотре, ну и в кинотеатре в моем он тоже бесплатен. Как научиться убирать эту стену, разделяющую нас с мастером? Ну, традиционный ответ, конечно же, нам нужно убирать препятствия, у нас есть очень много завалов, очень много травм, и через эти завалы, эти ограничения, это призма, мы воспринимаем все, и поэтому и мастером мы тоже имеем тенденцию, печальную тенденцию видеть ограниченно. У нас есть призма всех своих ограничений. Мы навешиваем на мастера свои проекции, и поэтому, конечно же, нам нужно не только понимать состояние мастера, и следовать традиции отношения с мастером, то есть открыто, уважительно, понимая драгоценность знаний от мастера, о том, что это уникальное знание, но и работать с собой, быть в состоянии совершенного ученика. Об этом очень много можно найти во всех духовных традициях прежде всего. Можно ли поступить на вашу профессиональную программу по психологии, если нет высшего образования? К сожалению, в Московский институт психоанализа только те, у кого есть высшее образование принимается в любой области. То есть неважно, это может быть техническое образование, любое образование, тогда нашу программу вас примут. Это просто связано со стандартами дополнительного образования российскими, к сожалению. я инженер дополнительного образования. Спасибо, Александр. Александр, кстати, сам великий первооткрыватель. Посмотрите его книжки «Трансперсональный рисунок». Как я пойму, что стала мастером? Спасибо. Во-первых, вам подскажут, вы сразу будете окружены учениками, мастер без учеников, находиться не может в одиночестве. А во-вторых, когда вы в состоянии, вы знаете, когда вы в контакте бесконечности, это ясно. Стоимость онлайн-конференции 2000 рублей онлайн-конференция будет стоить или по 1000 каждый день. Есть старая формула, был бы ученик готов, учитель найдется. Ну, да, на учениках половина ответственности. Мастер, если он мастер, он свою ответственность уже реализовал. Да, и вторую половину своей ответственности он делится своим мастерством, делится своим конкретным знанием с учениками. Но вторая половина ответственности всегда на ученике. Быть хорошим, способным, талантливым, достойным учеником. И это непростая задача. Скажите, а в чем смысл жизни по-вашему или для чего? В корне нам ответ на все эти вопросы, которые могут дать мастера. Я считаю, что главный фундаментальный смысл жизни каждого из нас это стать реальными, выйти из матрицы, стать свободными. Это самое главное. И на этом пути мастера главные эксперты, потому что они в значительной степени прошли этот путь. Спасибо вам всем большое. Тоже я смотрю вопросов пока больше нету. Ну что ж, я благодарю вас всех за сегодняшний вечер. Мне было очень легко делиться опытом своей жизни. И я приглашаю вас, вот Ксения уже выложила, можно подключиться в эволюционный кинотеатр, можно подключиться в программу истоков, и очень скоро начнутся вы увидите там же объявления, также такие объявления будут о всех моих программах, и старых программах, и новых программах, которые я начну с осени. Программа первая, которую я начну, будет путешествие героев, восемь историй, которыми мы живем. Потом будет программа о раскрытии внутреннего артиста и художника. Большое всем спасибо и всем всего доброго. До свидания.